Приветики! Соскучились? Конечно соскучились! А те, кто не в курсе, меня зовут Кариночка, и сегодня я собрала для вас самые крутые портативные колонки. В этот раз я решила не рассказывать вам скучную инфу про кнопки, блютуз и прорезиненные вставки, поэтому сегодня будет топ с выбором лучшей колонки. Пришлось даже создать табличку, в которой я записывала все плюсы и минусы и даже ставила оценки. Конечно, это только мое субъективное мнение, с которым вы можете согласиться или нет. Ну а раз вы досмотрели уже аж до этого момента, то бахните еще подписочку, и вот вам моя инста, кстати. Ну что, все сделали? Тогда усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Всего я собрала 6 моделей, проверила их на дальность, звучание и эргономику, после чего расставила их по занятым местам. И шестое место у меня занимает Tron Smart Element T6+. Выглядит обычно, ничего сверхъестественного или особенного нет, колонка и колонка. Она достаточно легкая и ее удобно держать в руках, но смущает куча кнопок, прям как на пульте управления межконтинентальными ракетами. Из странного, это кнопка, с помощью которой можно выбирать разные режимы звучания. Но честно, не сильно понимаю, зачем она. Давайте будем откровенны. Вы даже если и будете ею пользоваться, то максимум первый день и все. Вряд ли переключая треки, вы будете каждый раз подбегать к колонке, чтобы включить режим, в котором эта песня звучала бы лучше. В итоге просто оставите на стандартном режиме и забудете про эту функцию навсегда. А вот что я никогда не пойму, так это зачем в колонке разъем миниджек и даже слот для карты microSD. Тут наверняка должен быть какой-то тайный смысл, ну или портал в прошлое. Я пока не поняла. Короче, если у вас есть хоть какие-то предположения, то пишите в комментариях. Производитель обещает дальность работы до 20 метров. Я проверила это действительно так. На улице на открытой местности может даже все 30. Но вот в офисе картина немного другая, поскольку мешают бетонные стены. И если заходишь в соседнюю комнату, то все ок. Но вот уже две стены колонка не потянет. Хотя вроде бы и свежий блютуз пятой версии и все такое. А вот что мне совершенно не понравилось, так это уровень водонепроницаемости. Всего лишь IPX6. Легкий дождь и брызги окей для этой колонки. Но вот настоящие водные процедуры не для нее. Поверьте, я проверяла. Конечно, есть моменты, которые радуют. Во-первых, это цена. Ссылка в описании, так что можете заглянуть, не стесняйтесь. Во-вторых, звучание. Играет она хорошо, но, конечно, проигрывает другим моделям, которые у меня есть. Но за такую цену это вполне неплохой саунд. Пятое место занимает, и я думаю, это будет очень удивительно. Для вас Marshall Killburn 2. Так, ребята, только без резких движений всем оставаться на своих местах и убрать руки от дизлайков. Я сейчас все объясню. Да, выглядит колонка очень стильно и дорого. В принципе, она и стоит недешево. Прекрасный ретро-дизайн, который в тренде уже 50 лет. Marshall делают свои колонки в виде гитарного усилителя с кожаной гитарной ручкой и крутяцкими крутилками вместо обычных кнопок. Но, во-первых, весит она 2,5. и это не самый лучший показатель для портативной колонки. Во-вторых, из-за культового дизайна пришлось пожертвовать водозащитой. Здесь она всего лишь IPX2, то есть не боится брызг, но ее нельзя погружать в воду. Так что любителям купаться в ванной с уточками она тоже не подойдет. В-третьих, и это то, что, наверное, раздражает меня больше всего, посмотрите, здесь нет никаких кнопок, которые могли бы переключить трек или поставить его на паузу. То есть даже если вы где-то оставите телефон на зарядке, а с колонкой уйдете в другую комнату, то вам придется возвращаться к телефону, чтобы банально переключить трек. Не знаю, как для вас, но для меня это мега неудобно. Кстати, если у вас большая квартира и толстые стены, то вы далеко тоже с ней не походите. Проверку стенами нашего офиса Marshall прошел хуже всех. Даже Tronsmart работает лучше. Но Marshall обогнал его только из-за звучания. И знаете, что самое странное? Я думала, что на ней будет лучше всего звучать рок-музыка, но нифига подобного. Здесь есть классные низы, которые прекрасно звучат при прослушивании, как оказалось, электронной музыки. А вот когда играет рок, когда есть настоящие инструменты, то все звучит как за дверью, немного глуховато. Я вообще молчу про высокие частоты. Например, барабанные тарелки просто теряются. Все глухое. Да, уверенно сейчас владельцы Kill Burn забросают меня помидорами и скажут, что у них отлично все играет. Тем более рок. Но есть одно но. Marshall действительно хорошо играет, но это если не сравнивать его с другими топовыми колонками. А у меня есть такая возможность. И когда я сидела и сравнивала, я сама не могла поверить в то, что есть модели, которые справляются лучше. Так что, как по мне, Kill Burn 2 дорогой и не самый практичный вариант. А мы переходим к четвертому месту. Sony SRS-XB41. Самая мощная беспроводная колонка Sony в линейке Extra Bass. Это одна из самых необычных по дизайну колонок, которые я видела. Sony стараются выделяться на фоне конкурентов, которые штампуют однообразные цилиндрики. И скажем так, у них это получается. Ну, во-первых, акустика какой-то треугольной формы. Достаточно необычно для колонки. Согласитесь. Но есть и то, что мне нравится. Это вот такая крутая диодная полоска и светящиеся динамики в паре с двумя стробоскопами. Короче, на любой вечеринке это будет выглядеть ну очень круто. Но сразу скажу, в руках ее долго не поносить. Все-таки полтора килограмма. И вообще, как-то не очень удобно ее держать. И, конечно же, я проверила дальность приема сигнала. И могу сказать, что она тоже не смогла охватить все комнаты. Препятствия в две стены это слишком много для нее. Может, конечно, у нас там стены очень толстые, но результат пока такой. А на улице, конечно, без проблем. Отличная связь до 40 метров, если между колонкой и телефоном нет никаких помех в виде машины, стены или человека. Кстати, Sony советует включать режим улучшения звука Live Sound. Он якобы делает звучание более живым и похожим на концертное. Я бы так не сказала и не рекомендую лишний раз пользоваться этой фишкой, поскольку звучание становится реально хуже. Кстати, не хотела говорить о кнопках, но здесь придется. Они есть и их много, что хорошо. Но есть проблемка. Они настолько маленькие, что прям нужно максимально близко уткнуться в колонку, чтобы отличить минус от плюса и сделать громче, например. Зато это единственная модель из моего текста, в котором есть NFC. Просто поднес телефон колонки и ты подключен. Кстати, можно подключать сразу три телефона, только не подеритесь за диджейский пульт. Стандарт влагозащиты IP67, так что не стоит переживать за колонку, если вы вдруг намочите ее. Плюс можете скачать приложение Sony Music Center, чтобы править там звуковые эффекты и настраивать цветомузыку. Звучит же колонка хорошо. Но помним, если не включать режим Live Sound, да? Самое крутое в ней это бас. Не зря она в линейке Extra Bass. Вот все в ней хорошо слушать. И электронную музыку, и рок, и попсу. Но это если не с чем сравнить. А так оказалось, что есть колонка, которая звучит чуть-чуть лучше. И не одна. И мы переходим к третьему месту, которая торжественно занимает Ultimate Ears Mega Boom 3. Этой колонке за внешний вид я поставила все 10 баллов. Да, знаю, что по сути это такой же бочонок с защитной сеткой, как и Transmart, например. Но эти огромные кнопки, о боги, согласитесь, в них что-то есть. Это очень стильно и даже немного дерзко, но при этом сдержано. Короче, мне очень нравится. Хотя очень сильно расстроила кнопка Bluetooth. Благодаря своему минималистичному дизайну на колонке ее просто незаметно. Мне прям пришлось открывать инструкцию, чтобы просто подключиться. Это странно. Честно, я понимаю, что с этой проблемой я столкнусь только один раз. При первом включении и подсоединении. Но блин, я девочка, я вообще не хочу сталкиваться с проблемами. Хотя, если посмотреть на это с другой стороны, вряд ли кто-то на вечеринке додумается, как подключиться к этой колонке. И вы останетесь единственным повелителем музыки. Блин, теперь даже не знаю, хорошо это или плохо. Ладно, поехали дальше. Зато есть очень крутая кнопка, ее называют Magic. С ее помощью можно и ставить на паузу, и переключать треки, и подключать другие колонки. Короче, кнопка зачет, учись Marshall. А в нижней части динамика теперь находится контакт для беспроводной зарядки. Это вот такое устройство, но покупать его нужно отдельно. В комплект его никто не положит, конечно. Огромный плюс этой колонки еще в том, что она достаточно легкая. В ней нет и килограмма. Ой, ну, кстати, это еще один плюс. Производитель утверждает, что она неубиваема и может падать с высоты до полутора метров. И ничего с ней не будет. Так что рукожопы, у нас с вами не все потеряно. Также производитель обещает до 45 метров работы. Но как бы мне не нравилась эта колонка внешне, она очень чувствительна к таким преградам, как стены, машины и даже человек. В офисе не дотягивает до третьей комнаты. А на улице, скажем так, на улице есть колонка, которая работает лучше. Запас громкости очень большой. Отлично звучат низкие и высокие частоты. И она явно рассчитана на прослушивание электронной музыки, попсы и хип-хопа. Но даже рок и классическая музыка играют хорошо. Но я все равно нашла модель, которая звучит чуть-чуть получше. И это второе место – JBL Boombox. Да, это однозначно топ. Вы скажете, конечно, это же огромная махина, вот она и круто валит. Но для меня лично ее размер и масса – это минус, больше пяти килограмм. Да, согласна, удобная ручка для переноски. Но для меня очень важна компактность, она же не поместится в моем рюкзаке. Еще, честно говоря, дизайн JBL мне совершенно не нравится. Они делают все колонки одинаковыми. В то время, когда все пытаются вылезти из кожи вон и удивить, у JBL ничего не меняется. Короче, мне бы хотелось чего-то нового во внешнем виде. Есть еще один минус – для включения необходимо несколько секунд усердно держать кнопку, а вот для выключения достаточно еле коснуться. И ух, кажется мне, что частенько вы будете так случайно задевать ее. И последнее, что меня отталкивает – это цена. Лично я не готова платить за прототипную акустику такие большие деньги, даже если она супер крутая и навороченная. А она супер крутая и навороченная. Здесь просто огромные пассивные излучатели по бокам, которые невероятно бумкают. Два 4-дюймовых низкочастотных динамика и два 20-миллиметровых высокочастотных. И в сумме это все работает очень круто. Приятно слушать любую музыку из этой акустики. И если соединить два бумбокса, то получится просто что-то невероятное. Из необычного – кнопка сзади, с помощью которой можно выбирать режим работы – в помещении или на улице. Кстати, эта колонка работала в любой точке нашего офиса и не испугалась ни одной стены. Короче, мне честно очень нравится, но победитель в моем топе – не эта модель. И будьте готовы удивиться – первое место в моем топе заняла модель JBL Charge 4. Да, все тот же надоевший дизайн, о котором я уже говорила. Это кнопка включения, случайно ткнув которую выключишь колонку, нет громкой связи. Как же так? Почему первое место? – спросите вы. А просто на этом ее недостатки заканчиваются. Совсем. Во всем остальном Charge или такой же, или лучше остальных. К примеру, ей оказалось ни почем все стены нашей редакции. При этом она намного легче Boombox или Killburn 2, что очень удобно в транспортировке. И я вряд ли захочу надрываться и таскать, да даже двухкилограммовую колонку. Водонепроницаемость по стандарту IPX7. Плавает отлично, ничего не страшно – ни дождь, ни грязь, ни бассейн. И, конечно же, цена – она одна из самых недорогих моделей в моем топе. Но самое главное – это звучание. Charge звучит не лучше, чем Boombox, но лучше всех остальных колонок, про которые я рассказывала ранее. Звучание мощное и заполняющее, нет никакого искажения. Верхи детальны, а низы впечатляюще глубокие. Но на этой колонке приятно слушать любую музыку. И получается, что после всех тестов и сравнений лично я выбрала именно Charge 4. Вот такой был мой топ. Немного странный, наверное, но надеюсь, что вам понравилось. Кстати, напишите в комментариях, согласны ли вы с моим выбором или в каком порядке поставили бы эти колонки. Мне будет очень интересно почитать. Кстати, у меня для вас есть приятный бонус. Мне тут подогнали колонку еще одну, но запихивать ее в этот топ было бы бессмысленно, поскольку она немного не в этой весовой категории. Так что я просто расскажу про нее, вдруг кому-то понравится. Это Sony XB90. Да, знаю, не маленькая, в сумочку не положишь. Далеко тоже не унесешь, зато теперь вы поняли, почему не было смысла ее включать в сравнение. Но точно могу сказать, с такой колонкой вы станете душой любой вечеринки. Да, скажете, к такой колонке нужно искать розетку? А вот и не угадали. Здесь есть встроенный аккумулятор, который обеспечит устройство энергией на 16 часов при выключенной подсветке динамиков. Сколько? Но даже на полной громкости с функцией экстра бас и включенной подсветкой вечеринка может длиться 3 часа. Ну а если заряда не хватает, просто включаем энергосберегающий режим и устройство проработает на полтора часа больше. Теперь согласны, что она тоже может считаться портативной? Выглядит довольно массивно. Видны два огромных динамика для средних и низких частот и три пищалки. И сразу становится понятно, что никакой водозащиты тут нет. Ну и в воду уронить ее случайно будет проблематично. Зато есть очень крутая подсветка динамиков и стробоскопические эффекты в такт музыке. Все настраивается в приложении Sony Music Center. Кстати, сверху и снизу динамиков расположены зеркала, которые отражают подсветку и создают эффект бесконечное зеркало. Сверху есть удобная ручка для переноски, но таскать эту махину, конечно, еще то удовольствие. Здесь же рядом все кнопки управления, все видно и все понятно. При желании и большом бюджете можно соединить до 10 таких колонок и устроить в отдельно взятом микрорайоне апокалипсис. Ну а Sony пошли еще дальше. Добить местных жителей можно с помощью микрофона. Не надо, конечно, бить людей микрофоном, я о том, что здесь есть разъем для его подключения. Так что последний альбом Софии Ротару можно сопроводить своим бэк-вокалом. Сложно назвать такую колонку портативной. Но да, это портативная колонка, которая, правда, выдает шум на уровне 88 дБ. Чтобы вы понимали, 90 дБ – это несущийся в 5 метрах от вас грузовой вагон на рельсах. Так что эта колонка отлично подойдет для вечеринок на открытом воздухе для большой компании. Ну а у меня все. И помните, лучше поделиться этим видео с другом, чем не поделиться. Все. Пока-пока. Целую.